Жизнь продолжается, работа ведется на постоянной основе и, конечно, мы все возможности постараемся учесть и реализовать. Совместных коопераций будет больше. К такому выводу пришли представители правительства Алтайского края и высокие гости из Беларуси, которые два дня работали на нашей земле. Если прежде общие проекты касались в основном сельхозмашиностроения, сейчас планы у сторон намного шире. Например, Алтайский край же принимает продукцию белорусских металлургов. Самая яркая позиция – это металлургическая продукция. Наш белорусский металлургический комбинат самый крупный попал под санкции. Продукция его направлялась до этого в основном в Европу, но потребовалось переориентировать. Учитывая высокую конкурентность российского рынка, было сложно представить, что произойдет так быстро и какие-то поставки начнутся. От арматуры до корных тканей. Надо сказать, что Республика Беларусь сегодня, после традиционного самого крупного нашего внешнеторгового партнера Республики Казахстан, является вторым или третьим партнером. В частности, по итогам, скажем, прошлого, 2022 года, более 17% от общего внешнеторгового оборота Алтайского края составили именно наши взаимодействия, взаимоотношения с Республикой Беларусь. Партнеры продолжат сотрудничать в аграрном секторе ЖКХ. Также в планах есть поставки в Алтайский край городского пассажирского транспорта, специальной дорожной техники и лифтового оборудования от белорусских предприятий. Республика Беларусь рассчитывает занять более широкую нишу товаров на нашем рынке. Потребители Алтая зауважали нашу продукцию в том числе и хотели бы тоже самое представить вашему потребителю наши продукты. Нашли тоже самое точку предложения. Вчера обсуждали широко эту тему. Мы поставляем сюда солод для производства пива взамен отсюда, чтобы порожняков не шли вагоны. Будем прорабатывать вопрос загрузки той продукции, той товара, который нуждается в этом Республике Беларусь. Очень много точек, предложений, которым необходимо работать. Будем работать, будем лучше жить. Будем лучше жить, и чтобы вам лучше работать. Обсужденные договоренности скрепили соглашение. Главная задача, которую ставят перед собой обе стороны – обеспечить продовольственную безопасность России и Беларуси. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком.